И снова здравствуйте! В эфире специальный выпуск телеканала ЛРТ. Сегодня на протяжении дня следит за ходом президентских выборов в Люберцах. Напомню, сегодня в городском округе работают 165 избирательных участков. Кроме того, жители, которые заранее подали заявки, могли проголосовать на дому. Подробности знает наша корреспондентка Луизия Геазарян. Выборы президента России сегодня проходят не только на избирательных участках, но и на дому. С 14.00 представители участковых избирательных комиссий начали обход жителей, которые подали заявку на эту услугу. Сейчас мы находимся на улице Колхозная. Здесь работают представители участковой избирательной комиссии номер 1450. На наш избирательный участок было подано 42 заявки о проголосовании на дому по состоянию здоровья. Тяжело пенсионерам же ходить, правильно? Сами понимаете. Вот приходится то же самое бегать, выручать людей. Люди очень рады, что мы приезжаем, доброжелательно относятся к нам. Люди просто рады, что мы пришли. Да вы знаете, я считаю, что это морально неудобно, но иного выхода нет. Раньше мы всегда ходили голосовать, а сейчас просто не в состоянии. Я не дойду, и муж не дойдет, и что делать? А голосовать надо. Сегодня, кроме выборов президента, люберчане также убирали общественные территории, которые будут благоустроены в рамках проекта «Комфортная городская среда». Так, например, поступила и член общественной палаты Екатерина Дегтярева на избирательном участке в школе номер 11. Сегодня третье воскресенье марта, и жители Люберец продолжают отдавать свои голоса человеку, которому он не доверит управлять государством. Мы находимся в 11-й школе, где находятся 5 избирательных участков. А также здесь можно проголосовать за комфортную городскую среду. Любой желающий гражданин, который приходит, он имеет право проголосовать за благоустройство городской среды. Вот, есть такой у нас замечательный бюллетень. Таким вот образом выглядит у него специальный QR-код. Человек выбирает улицу, соответственно, которая есть в списке. Если ее нет, он пишет свой вариант. И, собственно, из различных сфер выбирает ту, которая считает наиболее в плохом состоянии, которую нужно благоустраивать. Затем мы, соответственно, считываем вот этот QR-код. И дальше уже человек просто бросает бюллетень в ворну, и таким образом его голос учитывается. Теперь, если что бросать в ворну, все, в любую. Выборы президента происходят не каждый день, поэтому я считаю своим гражданским долгом принять непосредственное участие в этом историческом событии. Это наша страна, мы выбираем достойного президента, который будет достойно защищать наши права. И я сегодня свой голос отдала за достойного кандидата в президенты нашей любимой Родины. На избирательных участках наблюдатели внимательно следят за тем, как идет процесс выборов президента. Мы здесь проводим мониторинг всей деятельности участковой избирательной комиссии номер 1502. Я занимаюсь видеоблогингом, отправляю в соответствующий чат фотографии, фиксирую ситуацию на месте и комментирую эту ситуацию. Данил Михайлов, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Ну что ж, а мы продолжаем. Сегодня в лицее номер 4 свой голос отдал депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско. Свою оценку ходу голосования он дал в интервью нашей съемочной группе. Я считаю, что важен голос каждого гражданина России. И я рад, что нас так много и что у нас такая хорошая явка. Люди все с утра, прежде чем заниматься своими личными делами, исполнили гражданский долг, пошли и проголосовали. Я считаю, что надо заставлять себя, для тех, кто даже далек от политики, думать о том, что его голос важен и не все равно должно быть человеку. Потому что из каждого по крупиночке куется мощь и сила нашей страны. Между тем, до закрытия участков остается совсем немного времени. Голосование завершится ровно в 8 часов вечера. Наша корреспондентка Мария Лапачева находится в территориальной избирательной комиссии «Люберец». Мария, вам слово. Что у вас там нового? Да, Наташ, традиционно наше прямое включение из администрации. Рядом со мной находится Борис Борисович Новиков, председатель территориальной избирательной комиссии. Борис Борисович, ну что, какие результаты? Вот уже к концу подходят сегодняшний день. Как он прошел? Результаты мы пока еще не подводим, но на 18.00 явка избирателей в городском округе «Люберца» составила 59,63%, что составляет около 140 тысяч избирателей. И еще у наших уважаемых «Люберчан» остался почти целый час, чтобы суметь собраться, пройтись, прогуляться вечером и на избирательном участке сделать свой выбор на главных выборах нашей страны. И с удовольствием приглашаю наших уважаемых «Люберчан». Скажите, а вы сами проголосовали? Обязательно. Несомненно и бесспорно. Спасибо большое. Но я передаю слово нашей новостной студии. Наталья. Спасибо, Мария. Ну а я напоминаю, что сегодня, в единый день голосования, корреспонденты ЛРТ ведут репортажи с избирательных участков и прямые включения из территориальной избирательной комиссии округа. На этом мы завершаем наш специальный выпуск. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok